В 2014 году, 9 декабря, постановлением правительства Республики Казахстан Актюбинскому юридическому институту было присвоено звание имени героя Малкиджара Букинбаева. 6 мая на территории института прошло мероприятие, посвященное открытию бюста имени героя. Раньше это учебное заведение называли Актюбинским филиалом Костанайской высшей школы Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Сейчас это Актюбинский юридический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан, выпускающий сотрудников полиции с высшим юридическим образованием. В таком статусе вуз существует уже пятый год. Порядка 200 курсантов живут в казарменном режиме в общежитиях, ходят в наряды и караулы, занимаются огневой и строевой подготовкой, физкультурой и осваивают теоретические знания. Условия, которые созданы у нас в администрации, вынашу вас введение. Оно очень даже приемлемое условие и быстро привыкаешь к таким условиям. Моя форма, как говорится, форма каждого офицера – это его лицо. То есть, посмотрев на форму любого офицера или госслужащего, можно сказать о нем сам, какой он сам человек, то есть опрятный или нет. Особенностью института является то, что при поступлении в вуз курсантам присваивается первоначальное звание лейтенанта полиции, а после окончания им гарантировано стопроцентное трудоустройство в территориальных подразделениях органов внутренних дел. Попасть в этот вуз непросто. Сюда едут ребята со всех областей, причем девушек среди курсантов тоже достаточно. Моя форма для меня все. Являясь будущим сотрудником органов внутренних дел, я буду обязана достойно и с честью носить форму. С учебой у меня не возникает проблем, так как я воспитана в строгости, и потому у меня закаленный и твердый характер. На обучение в Актюбинском юридическом институте Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Букинбаева принимаются в возрасте до 25 лет. Курсант должен подойти по психологическим тестам, по здоровью, физическим нормативам и в обязательном порядке пройти собеседование. В этом году обучаются на третьем курсе 154 человека, которые мы ожидаем в следующем году в выпуске. Четвертый курс, они проходят практику по местам будущего несения службы, то есть это идет адаптация, закрепление теоретического материала, уже закрепление всего того, что они обучали за период четырехгодичного обучения и подготовка к будущей практической деятельности. Поступают сюда только молодые, патриотичные, морально и физически готовые люди со своеобразным взглядом на жизнь. Другие в таких жестких условиях обучения просто не смогут. Оно и правильно, ведь только сильными людьми должны быть будущие офицеры нашей страны.